Коллеги, добрый день. Меня вообще слышно? Здравствуйте все. Я думал, еще не слышно. Я еще даже не подключился. Всем добрый день. Тогда ожидаем Антона и начинаем. Так, вот Вадима все услышали? У меня сейчас вопрос про меня. Меня все слышат? Да, слышно вроде. А, ну все, значит все работает. Коллеги, добрый день. Спасибо, что нашли время к нам присоединиться. Спасибо, Вадим, что нашли тоже время для нас. Меня зовут Антон Тремайлов. Я редактор международного отдела Profit Travel. Мы начинаем наш юридический эфир, который, наверное, посвящен той теме, которой посвящены все юридические эфиры последней недели. Это ограниченная мобилизация и то, как она повлияет на ситуацию с исполнением договоров в сфере туризма, какие судебные правовые последствия вся эта история может иметь для рынка, вся сегодняшняя ситуация. Я представляю уже официально нашего сегодняшнего эксперта, который поможет нам в этой теме разобраться. Это Вадим Погорелов, адвокат компании, юрист для турбизнеса, боебородины и партнеры. Вадим, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Как есть большое уточнение, я не совсем адвокат. Я про уточнение. Давайте уточню. Юрист, юрист, да. Юрист, там, по-моему, оборудованному партнеру. Да, все, уточнили, разобрались. И я просто еще напоминаю, как всегда, вы можете отправлять свои вопросы в чат. Мы постараемся ответить на как можно больше их количества. Я пока перейду к первому вопросу, в самый злободневный. Вообще можно ли мужчинам, если так, по-простому, можно ли мужчинам выезжать за рубеж? Потому что всю неделю не было никакой ясности. Она немножечко появилась вчера. Спикер Госдумы Вячеслав Володин официально так уже вполне, ну, как официально у себя в телеграм-канале заявил, что все-таки ориентируемся на заявление Минобороны о том, что мобилизация ограничена, и поэтому ограничений на перемещение граждан нет. В то же время мы имеем постановление, приказы, вернее, региональных военкомов по отдельным регионам, это, конечно, не по всей России, но вот такие самые яркие примеры, это, конечно, Татарстан, Краснодарский край, где прописано четко, что выезжать, покидать место прописки нельзя. Вот все-таки кто прав в данной ситуации, на кого слушать-то нам? Ну, здесь такая у нас ситуация непростая. У нас последние пару лет, я заметил, наши деятели любят давать информацию через соцсети и телеграммы. Но, тем не менее, у нас все-таки есть специальный закон для этого, закон на мобилизации и мобилизационной подготовки. Там у нас есть 21-я статья, которая как раз-таки говорит, что покидать место нельзя тем, кто подлежит, скажем так, призыву по мобилизации. Поэтому, как бы, закон нам говорит, что, ну, вообще, как бы, ты уже уезжать и не должен никуда, даже из своего города, грубо говоря. Ну, говорят, скажем так, официальные лица, что никаких ограничений нет, и указанная норма применяться не будет. Ну, сложно здесь сказать, насколько это, скажем так, будет работать. Все-таки разные новости просачиваются, скажем так, и говорить о их достоянности пока не приходится. То есть мы точно наверняка не знаем, не сделаны они на коленке. Но, я думаю, многие из вас видели, как люди, в принципе, некоторых не выпускают действительно, запрещают выезд. Но, в целом, если вот, опять же, говорить с точки зрения закона, как бы, запрет, он есть. То есть есть ограничения. Закон его налагают в любом случае. А далее, ну, то есть, как наши официальные лица говорят, если не будет применяться, то окей, но боюсь я, что это как бы зависит, ну, зависит от мест. То есть, опять же, вы верно заметили, что ряд военных комиссариатов, они как раз вносят свои коррективы в эту позицию. Не знаю, почему они между собой договориться не могут, но лучше исходить из того, что как бы есть закон, и, скорее всего, будет именно применяться закон. Ну, опять же, той часть, которая необходима в современных условиях. В качестве примера, почему вот я так сказал, приведу, вот, например, у нас, как бы у тех, кто мобилизуется, будет, скажем так, статус контрактника, да, мы, то есть, все это видели в УКО, и получается такая ситуация, что по закону контрактник, например, он не может осуществлять предпринимательскую деятельность, но ведь, получается, могут же призвать и индивидуального предпринимателя, который, в принципе, может попросту не успеть закрыть свои ИП, регулировать все вопросы. И получается такая ситуация, что по закону его вообще должны уволить тогда с воинской службы в связи с утратой доверия, поскольку он осуществляет предпринимательскую деятельность. Но, я думаю, мы все, ну, вполне обоснованно можем полагать, что вот именно эта норма, она как раз применяться не будет, иначе получается какая-то бессмысльность. У нас был бы всплеск регистрации новых ИП и ООО, видимо. Да, да, да. Готовая ООО с 10 тысяч подорожала бы до 100, наверное, уже. Скорее всего, скорее всего. Ну, ты даже больше, наверное, ну, учредители ООО, да, тоже они, наверное, к этому относятся. Вот, и поэтому по теме выездов и справок, разрешения и тому подобное, я бы все-таки предлагал исходить из самого, ну, скажем, негативного варианта, то есть из того варианта, который установлен в закон. То есть все остальное, как бы, да, оно звучит хорошо, успокаивающе и красиво, но не совсем идет в соответствии с законом. О законе все вполне честно. Ну, все-таки, все-таки, вот, Володин тот же, он ссылается на тот факт, что мобилизация ограниченная в законе, такого термина нет. Но... Нет в июле этого года. Может это означать? В июле этого года. Да, в законе мобилизации есть, что она может быть полная или частичная. То есть, в июле этого года. Да, при этом их условия не меняются. То есть, она... Ну, нет, нет, отставит, ну, то есть, даже тот же указ, он, как бы, ну, грубо говоря, конкретики, так как никакое, грубо говоря, не вносит. То есть, да, там написано только частичная мобилизация, но как она будет протекать, ну, скажем так, это все будет зависеть от мобилизационных планов, обстановки и тому подобное. То есть, здесь мы можем только гадать и что-то достоверно сказать, ну, достаточно сложно. Я думаю, что все прекрасно понимают, что к ряду информации ни у нас, ни у вас, ни у кого доступа, ну, грубо говоря, нет. Ну, по сути же, это означает, что весь не только выездной, но и внутренний туризм сейчас ставится на какую-то вообще совершенно непонятную, неопределенную паузу. То есть, куда это все... С внутренним проще. Мне кажется, с внутренним несколько проще, поскольку там, скажем так, не такой контроль, как при пересечении границ. Ну, то есть, грубо говоря, с внутренним туризмом, я думаю, что ты, ну, вполне любой человек, он может, да, все-таки воспользоваться каким-то своим путешествием, там, съездить куда-то на неделю и вернуться потом обратно. Вопрос-то именно, наверное, больше заключается в выездном туризме, поскольку как раз вот именно там существуют перспективы, и в целом новости разные нам об этом говорят, что есть перспективы того, что, ну, там, люди уедут, не вернутся или что-то в этом роде. Ну, то есть, я думаю, мы же все там следим за развитием событий, поэтому... Нет, тут же вопрос, чтобы они уехали. То есть, пока, вот, да, вот у нас два таких взаимоисключающих комментария, то есть, туристы в аэропортах, туристов разворачивают, вручая им справки, ну, в отказе от пересечения границы. И при этом туристы, которые прибыли туры до 21 сентября, не имеют повестки, вылетают спокойно из Москвы, выпускают, в общем, что здесь? Если здесь нарушение, во-первых, со стороны миграционных служб, и, так, коллеги, кого слышно плохо, меня или Вадима? Ольга Семенова спрашивает. Вадима плохо слышно? Я пока погромче. Так лучше? Нормально. Ну, вообще, я вас слышу очень хорошо, я не знаю, что порекомендовать в данном случае, может быть, техническая поддержка там пока вопрос отрегулирует. Да, действительно, конкретики немного, и, с одной стороны, есть случаи, когда туристов разворачивают, они не массовые. И, с другой стороны, есть случаи, когда туристы, причем по какому-то ряду параметров, подходящие, вот по то, что было описано в указе о мобилизации, то есть с боевым опытом, с служившей в армии, с какой-то там хорошей военной специальностью, они при этом спокойно выезжают. Это, получается, нарушение какое-то со стороны? Ну, опять же, сложно сказать, ну, вот нарушение чего? С одной стороны, да, это, ну, да, нарушение 21 статьи законовой мобилизации, мобилизационной подготовки. То есть, как бы есть, она распространяется на всех, кто подлежит мобилизации. А я напомню, что, ну, как бы, каких-то закрывающих, скажем так, цифр у нас указ все-таки не содержит. Ну, может быть, и содержит, там я видел, есть там пунктики, которые не для общего пользования, скажем так, и там сложно понять, что там написано. Но, тем не менее, я думаю, что много упираются в такие критерии, как когда приобретался тур и тому подобное. Ну, то есть, есть, ну, вполне, как бы, логический подход к этому. То есть, если турист, там, я не знаю, полгода назад купил тур, да, и вот он собирается слетать, это выживает, ну, скажем так, меньше вопросов и подозрений. Вот, как мне кажется, опять же, я не могу достоверно сказать, чем руководствуются пограничные службы. То есть, у них, я уверен, есть внутренние регламенты и приказы на этот счет. Ну, многие спрашивают, когда билеты покупали, да. Да, то есть, человек, который купил полгода назад тур, он, скажем так, менее подозрительный в этом отношении, чем человек, который вот вчера билеты купил и собирается куда-то лететь. То есть, ну, как бы тут, я думаю, дважды два сложить вообще несложно. Угу. То есть, я думаю, в этом тоже упирается. И мне даже кажется, в некотором моменте пограничники, они, наверное, действуют в ряде случаев в соответствии с тем, что заявляют официальные линии. Угу. Угу. Турист показал чеки и договор, все равно не выпустили. Чеки и договор, вот важный момент, до какого числа были? Я так понимаю, до 21 сентября все равно не выпустили. Ну, вот опять же к вопросу о том, что сейчас говорит Вадим, что решение о июньске, решение о выезде-невыезде принимает конкретный офицер гиграционного контроля. Да? И вот как он там, вот, к сожалению, заглянуть в его логику и осуждение сложно крайне. Вернемся. Если позволите, если позволите, у нас же существует еще ряд таких систем информационных, ну, таких закрытых государственных, в которых происходит взаимодействие между ведомствами. Ну, то есть, например, мы же все знаем, что приставы могут ограничить право выезда, например, того же туриста. Поэтому здесь тоже не стоит отметать ситуацию, при которой также военные комиссариаты могут направлять, ну, я не знаю, какие-то списки или какую-то информацию в отношении, там, вполне конкретных, может быть, даже лиц, о том, что, то есть, они будут подлежать призыву или уже подлежат, или им уже что-то вручили. То есть, это тоже не стоит отметать. Здесь сказать о конкретном критерии каком-то достаточно сложно, поскольку очень много информации, подходов и алгоритмов работы, они попросту от нас закрыты, мы можем только предполагать. Но здесь действительно очень много, в том числе, опять же, помимо всего прочего, зависит от конкретного в плане офицера погранслужбы. То есть, давайте вспомним, да, как впускают в иностранное государство, например, в ту же Мексику, то есть, там у тебя может быть все в порядке абсолютно с документами, но ты что-то не так сказал, что ты не так посмотрел, что ты не так сделал, и как бы тебя могут просто взять и депортировать, не пустить в страну и отправить обратно домой. И то есть, там же это тоже, ну, скажем так, элемент субъективщины в этом есть. Поэтому и с выпуском за границей тоже, я думаю, много есть факторов, которые на это влияют. Но сказать прямо вот, вот именно поэтому этого выпустили, а этого нет, достаточно сложно. Понятно. Но, тем не менее, сейчас наблюдаем сильный, вообще, ну, достаточно сильный приток туристов, которые желают аннулировать туры, в том числе туры по России. Мобилизация не является форс-мажором, уже это было, в общем, неоднократно заявлено, но, по сути, ситуация такая, прямо скажем, не очень честная для туристов, потому что, ну, приобретался тур, сейчас они, понятно, они, вероятно, не могут выехать. Есть случаи, когда по купленному туру турист полетел, его не выпустили пограничники. Какие могут быть особенности аннуляции в этом случае? Может ли турист претендовать на какие-то возвраты, потому что без удержания фактически понесенных расходов? Собственно, как такая аннуляция отличается от аннуляции не в условиях, когда все мобилизовано? Прежде чем вот к этому вопросу перейти, я, если позволите, отвечу на вопрос из чата. Я думаю, просто нужно на него сразу ответить, чтобы, скажем так, сразу на будущее ряд моментов понять. Реальные сроки мобилизации, когда, сколько, в каком объеме она будет проводиться, неизвестны никому, кто с этим, грубо говоря, не связан. Существуют мобилизационные планы, существуют реальные обстоятельства, которые влияют на эти мобилизационные планы, а о них мы не можем знать, мы не можем их где-то почитать, увидеть, и нам о них никто особо не расскажет. Поэтому говорить о каких-то сроках достаточно сложно. Поэтому вот подобные вопросы, наверное, которые связаны со сроками, как, когда, куда, кого, в каких условиях и тому подобное, я боюсь, что это не совсем будет по адресу в рамках этого мероприятия, поскольку здесь мы не имеем, скажем так, допуска к подобного рода информации. Поэтому, извините, но боюсь, что здесь ответить будет достаточно сложно. Вот. А по поводу самих аннуляций, здесь вот, ну, откровенно, все достаточно просто. То есть это не какое-то новшество, не какой-то невероятный бум, на самом деле, в праве и в условиях исполнения этих договоров, на самом деле. Тут, как бы, примерно та же ситуация, ну, грубо говоря, плюс-минус, как с ковидом. То есть в том аспекте, что это вот причины, по которым туристы будут отказываться или отказываются уже от своих туров, это являются обстоятельствами, которые не дают, помимо воли туристов, воспользоваться им путешествием. То есть, вспомним, у нас есть статья 10 закона об основах туристской деятельности, которая гласит, что каждый из сторон вправе потребует изменить или расторгнуть договор о реализации туристского продукта. Напоминаю, каждый из сторон, то есть не только турист. И одним из таких обстоятельств является невозможность туристам совершения путешествия по независимым от него обстоятельствам. И тут получается такая ситуация, что самим-то законом об основах этот процесс не сильно урегулирован, но он урегулирован ГК. У нас есть 451 ГК, который гласит, что в этом случае расторжение договора происходит на основании справедливого распределения сторон. Также не стоит забывать о 781 ГК, который гласит, что в случае невозможности исполнения договора по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчику подлежит возврат денежных средств за вычетного фактически понесенных расходов исполнителя. То есть здесь вопрос с расходами, он примерно тот же самый, как был при ковиде, грубо говоря, до того, как ввели постановление, скажем так, которое эти расходы убрало. Поэтому, да, турист может рассчитывать, действительно, он может рассчитывать на возврат, какой-то возврат, но этот возврат будет определяться уже в каждом конкретном случае, исходя из фактически понесенных расходов туроператора. И здесь, ну, чего-то сверхъестественного у нас, скажем так, не произошло. Весело, конечно, уже который год у нас в туризме весело, но тем не менее. Не то слово, хотелось бы, конечно, в другом смысле. У меня пара знакомых шутили, что, наверное, в следующем году можно ждать либо астероид, либо инопланетян. То есть это уже будет вот такая... Инопланетный туризм, да. Да, да. Так что здесь условия аннуляции, они те же самые, что и любые другие, которые возникали до этого. То есть там невозможно, запрет на въезд или там... Хотя запрет на въезд это тоже такой момент. Ну, например, мне выдали визу туристу. То есть это тоже обстоятельства, за которые турист не отвечает и в результате которого он не по своей вине не может воспользоваться путешествием. Поэтому здесь... Страховые компании, кстати, тоже объявили, что в самом начале, что это не является основанием, не является страховым случаем, даже если есть страховка от невыезда. Это как-то реально оспорить будет. Ну, у нас же... Мы же все прекрасно понимаем, что вопросы страхования упираются в правила страхования конкретного страховщика. И у многих из них, я вот даже перед этим эфиром еще посмотрел пару-тройку компаний, у многих из них прописано, что под страховой случай попадают у нас срочники или сборы, те, кто едет на сборы. А опять же, я повторюсь, у нас те, кто мобилизуется, они приобретают статус контрактника. А контрактник, это уже... он не совсем под это подходит. Тут такая вот игра понятий, но боюсь, что это игра понятия, она не совсем на стороне туристов. Поэтому как бы здесь... Попытаться можно, ну, давайте вот предположим, даже такой момент. Ну, да, попытаться можно что-то оспорить, если, например, тот же призывающийся гражданин успеет оформить доверенность. Если не успеет, ну, кто будет спорить со страховой? Некому. Он будет занят, ему будет не до этого. Соответственно, страховые, я думаю, в том числе это тоже понимают. И, опять же, нужно исходить из конкретных правил конкретных страховой компаний. Ну, я видел призывы ряда страховых компаний, даже к туроператорам, о том, что не обманывайте туристов, не вводите в заблуждение, показывайте им конкретные случаи, когда все, что связано с военной службой, подходит под страховой случай. А это, повторюсь, срочка или сборы. Ну, кстати, вот опять же, вернувшись, возвращаясь к заявлениям официальных лиц, буквально сегодня Зарина Дагузова у себя публиковала заявление, призыв к туроператорам и авиакомпаниям по возможности возмещать полную стоимость туров, если турист был мобилизован. Понятно, что слово Зарины Валерьевны против гражданского кодекса слабовато, но это может быть использовано, скажем, где-то в судах, как дополнительный какой-то довод. То есть это просто рекомендация, что будьте добры. Есть, скажем так, такая древняя позиция Верховного суда по теме, что некоторые рекомендации могут вносить статус обязательный. Но, тем не менее, все-таки давайте не забывать, что суд будет руководствоваться нормами материального права. У этих норм должен быть источник. И подобные заявления в Телеграме, Инстаграме или где еще, они не являются, скажем так, источником права. То есть можно, да, это притянуть только в контексте того, ну вот, смотрите, официальные лица государства пытаются. Но, тем не менее, например, любой туроператор может сказать, что, ну окей, это рекомендация, у меня не было возможности минимизировать расходы. Вот мои документы, вот мои оплаты, вот мои счета договора и все, и что-то. Нет, конечно, то есть это, ну не основание для того, чтобы суд только на основании этого заявления принимал какие-то решения. Все-таки у нас есть законы, это носит рекомендательный характер. Оно, на самом деле, оно понятно, это было и, скажем так, в марте месяце, когда, помните, многие туристы из закрытых аэропортов не могли выбраться. Отельеров также призывали, опять же, не обязывали, а призывали к тому, чтобы там не брать много денег с туристов, которые вынуждены остаться на подольше или вообще не брать денег. То есть, ну, мы же, я думаю, все прекрасно понимаем, что, как бы, здесь у нас это дело, скажем так, каждого. То есть, если какой-то туроператор захочет, ну, давайте назовем так, купить лояльность, он ее купит. Если туроператор не захочет, то у него есть все основания потребовать возмещения своих расходов, и то есть законам мы это позволяем. Кстати, вот тут комментарии, суд почти всегда на стороне туриста. Да, есть такой элемент, но не в том контексте, что, грубо говоря, нет ни единого шанса, ни единой возможности, скажем так, у бизнеса стоит свои интересы, есть, и этих возможностей достаточно много. То, что он пытается быть на стороне туриста, но, например, то же самое заявление, он, ну, суд не сможет просто положить в основу своего решения, ну, никак он не сможет его положить. Любой, вы же стоящий тут уже, он просто скажет, ну, ребят, вы что там, смеетесь, у нас есть норма, у нас есть обстоятельства и тому подобное. Исходите из них, устанавливайте, применяйте. Да, кстати, тут пример нам приводят, Египет туристу 96-го года на паспортном контроле вручили уведомление о запрете на выезд, повестку не получал, библиоглобус штраф 100%. Ну, давайте говорить уж прямо, это, наверное, вообще не штраф у нас, к потребителю штраф применяется. Ну, да, штраф, штраф, если в виду, да, что... Я вот смотрю, мне кажется, туризм никогда не избавится от этого слова штраф, что сразу штраф, штраф. Не, ничего такого, просто, ребята, я рекомендую... Да, я рекомендую просто исключить, потому что вы так можете туристам говорить, например, в официальной переписке с ним. Он придет в суд, скажет, смотрите, они меня штрафуют, это даже не расходы, это штраф. И будете потом в суде доказывать, что я просто не это имел в виду, то есть это просто, ну, ас-какий слэм. Поэтому поработайте над этим. А по поводу... Можно еще момент? По поводу вот того, что они выставляют по 100% своих расходов, ну, мы же все прекрасно понимаем, что эти расходы еще нужно доказать. Ну, то есть турист, который будет не согласен... Да, ну и доказать надо в суде. То есть туристу все равно нужно идти в суд. Ага, да, только вот вопрос в том, успеет ли он просудиться. Успеет ли он, да. То есть, ну, тут такая ситуация, что да. Да. Хорошо. Если мы все-таки говорим об организации работы турагентства вот в текущих условиях, что стоит поменять в договорах? Потому что, ну, есть, звучали предложения о том, что добавить пункт о том, что турист должен сам убеждаться, что он имеет право выехать из страны, ну, из региона. Непонятно, опять же, как он это будет делать. Ну, как можно сделать? Справки из военкомата, мне кажется, это... Мало людей сейчас пойдут в военкомат так лишний раз просто, чтобы что-то попросить. Это точно. Что реально сейчас можно сделать турагентам вот именно в плане дальнейших как-то уведомлений туристов, организации продаж, организации договорной работы? Вот что... Ну, первый момент с договором. Да, с договором. Да, стоит включить подобные пункты. Те, кто на нас подписан, они, наверное, уже видели, мы там вариант такого пункта предоставляли. Он заключается даже не только в том, что турист сам должен, скажем так, озаботиться своим статусом и положением и возможностью воспользоваться путешествием. Но давайте не забывать, что как бы мы не можем призывать туриста нарушать закон, и в такой пункт также нужно вносить, что он должен исполнять какие-либо предписания, законные требования и тому подобное. В данном случае эти все пункты нужны о том, чтобы в случае возникновения конфликтной ситуации не просто сказать туристу, ну, это твои проблемы, не знаешь закон, как бы, а еще и, скажем так, подкрепить свои слова, ну, на будущее, на том, что, как бы, мы предупреждали, что такая ситуация может быть. То есть здесь важно привести договоры в такой формат, чтобы в случае возникновения какой-либо конфликтной ситуации можно было суду, если он вообще будет, либо там проверяющему органу предоставить, скажем так, такую позицию, при которой вы как бы предупреждали туристу, что такое может быть, что туристу нужно этим озаботиться, что есть обстоятельства, которые объективно могут повлиять на возможность исполнения договора, в общем-то, в целом. Вот, поэтому, да, нужно договор корректировать. По поводу того, что нужно ли туристам что-то сообщать, не сообщать, пусть проверят, не проверят, я считаю, что нужно. То есть здесь, на самом деле, разные мнения есть на этот счет, и они в целом имеют право на жизнь, ну, то есть, с одной стороны, турагент и не обязаны разъяснять туристу подобные, скажем так, элементы законодательства. Турагент не должен рассказывать туристу, что вы должны проверить там себя. Но я считаю, что это лучше сделать, как минимум для того, чтобы показать, ну, свой элемент своей добросовестности. Это не будет каким-то прямым счетом от любого требования, но в совокупности со всеми обстоятельствами это поможет. По поводу старых договоров, которые приобрели давно, и там нет таких пунктов, существуют варианты разных расписок, которые вы можете подписать с туристами. То есть, если он не хочет отказываться, не хочет ничего делать, и говорит, я поеду на свой страх и риск, вы ему предоставьте расписку, что ты уведомлен, что у нас сейчас происходит такая ситуация, что ты действуешь на свой страх и риск, вы можете прям так и написать, что тебе может быть отказано в выезде, но ты это понимаешь и сам хочешь воспользоваться. Поэтому вот какой-то элемент на такую небольшую расписку стоит взять. По поводу того, что есть мнение, что нельзя добавлять данный пункт, скорее всего, он основан на том, что нельзя, скажем так, на туристы накладывать лишние обязанности и тому подобное. Ну, это уже, скажем так, древняя позиция, она давно имеет место на жизнь, точнее, имеет право на жизнь, то есть она давно существует, о том, что лишние обязанности накидывать на туристы не стоит. Но давайте, да, тоже откровенно, вот турагент как-то может это проверить и удостовериться в возможности туриста куда-либо выехать. Ну, вот давайте представим, вот вы турагенты. Каким образом вы можете в отношении любого из своих туристов получить достоверные сведения о том, что нет ни единого препятствия для него воспользоваться путешествием? Вы никак это не можете сделать. Вот абсолютно. То есть, да, даже если взять там какое-то мирное время, базу судебных приставов, поднять и понять, что может он выезжать или нет, мне кажется, там... Хотя, да, это прямой момент, который зависит только от туриста, ну, в контексте именно получения этих сведений, то есть выявления своей возможности воспользоваться туром. Это, ну, то есть вы, как турагент, туроператор, тоже там, тоже авиакомпания. Не, ну, авиакомпании в некотором роде могут, потому что я слышал, что им списочки определенные тоже дают, вот, на этот счет. Но, вот, например, вы, как турагент, как это можете установить? Да никак вы это не можете установить. Поэтому включение подобных условий, ну, разумеется, их надо вносить аккуратно. То есть не так, что ты обязан посмотреть и все, и уходи, давай, делай все, чтобы там воспользоваться туром. Нет, эти пункты надо вносить аккуратно. У нас в Телеграме, вот, он есть, по-моему, заходите, посмотрите. Он абсолютно бесплатный, то есть там есть... Можете ссылку дать на пост этот, если под рукой. Ну, прям буквально рассылка была недавно на это счет. Подпишитесь на нашу рассылку, у нас на сайте все эти моментики есть. Да, 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 да. Вот, поэтому, да, такое мнение есть. Ну, и смотрите, ну, если, опять же, вы говорите, что, ну, авиакомпании, очевидно, у них там, у авиакомпании, у ФСБ, ну, есть какие-то списки. Ну, скорее всего, наверное. Реально ли... Многие авиакомпании являются, ну, скажем так, афилиатами с туристическими компаниями, с туроператорами, ну, либо стратегическими партнерами это называется, либо у туроператора есть прямо блок кресел, или он прямо заказчик перевозки, как, например, в случае с Библиоглобусом и Редвинс, потому что все эти рейсы и Редвинс, и Альмастрия, не знаю, на чем летел вот молодой человек, 16-го года рождения, они все, как бы, то есть он консолидатор, он заказчик перевозки. По сути, между двумя компаниями несложно наладить обмен данными, то есть между авиакомпанией, ну, очевидно, это какая-то российская авиакомпания имеет эти списки, вряд ли такие списки дают египетским авиакомпаниям. Да, и, в принципе, это возможно наладить. Это сейчас как-то можно, есть какая-то права основа, чтобы организовать вот этот обмен информацией, чтобы, ну, грубо говоря, турагент, отправляя заявку туроператору на какую-то группу туристов, мог оперативно получать какой-то фидбэк о том, что, извините, вот из этих пяти человек двое у вас, скорее всего, не вылетят, чтобы как-то вот оценивать риски. Это я фантазирую, конечно. Да, это больше похоже на элемент фантастики. Ну, давайте, да, тоже, опять же, не будем питать себя иллюзиями насчет того, что вот прям все списочки просто так раздали, типа, делайте с ними что хотите. Вы же, я думаю, все прекрасно, мы все прекрасно понимаем, что существует ряд ограничений, в том числе и по передаче информации, даже если какой-либо из туроператоров эту информацию имеет, ну, скажем так, не совсем правильным образом, вряд ли он будет это афишировать и каким бы то ни было образом, скажем так, ее использовать, чтобы было установлено, что он ей владеет. Более того, ну, пока я вижу это только на уровне, скажем так, новостей, слухов и тому подобное. То есть я какого-то реального подтверждения пока не встречал о том, что да, я кого-то говорю, да, нам пришлали списки, но все пока. Но это было бы логичным, на самом деле, то есть сами по себе вот подобные слухи и новости, они выглядят логично, то есть, например, если я организовывал подобные мероприятия, я, наверное, тоже так и сделал. Ну, в контексте того, что как туроператор может об этом сообщить, да, скорее всего, самым простым вариантом было бы для туроператоров, ну, если уж на это пошло, этот, ну, тур не подтвердился, мест нет, извините. Ну, на самом деле, я уверен, что многие турагенты, да, сейчас ведут диалоги с туристами, они там коньякуют и тому подобное, и многие турагенты, я думаю, прекрасно осознают, что колоссальная потеря денег будет у огромного количества людей, поэтому вы, скажем так, диалог с туристами строите не в контексте того, что, ну, в ультимативной форме, то есть, если откажешься, все, конец, деньги потеряешь, так что думай. А попробуйте донести до туристов информацию о том, что, возможно, в некоторых случаях проще заменить туристов, перезаключить договор или заключить соглашение, там, трехсторонне, с новым заказчиком, то есть, и исключить лиц, которые находятся в группе риска, скажем так. То есть, ведите диалог, потому что, мне кажется, в данном случае, ну, кстати, это тенденция, вот подобный подход, он прослеживается еще с коронавирусом, лучше договориться и перенести, чем сразу от всего отказаться, ждать возврата, возврата не будет, идти в суд, судья пытается что-то доказать, можно не успеть еще просудиться, а у нас есть две инстанции, которые в безусловном порядке будут пройдены на счет уже касации, и дальше это, ну, скажем так, частности, зависит от конкретного дела. Поэтому, а чтобы вы понимали, две инстанции, первые апелляционные, может вообще затянуться на пару лет, то есть, у меня есть такие прецеденты, но там это было в наших интересах, но с момента обращения туриста в суд и по моменту, когда рассмотрели апелляционную жалобу, прошло два года. Два года, вы понимаете, два года. Вот, соответственно, проще. И мне кажется, выгоднее любому из туристов все-таки как-то не проще за пару дней. Ну, понятное дело, тут зависит, конечно, еще тоже от туроператоров. Ну, понятное дело, многие крупные туроператоры уже, ну, давно показывают свой подход к решению подобных проблем. Вот, обязать их и заставить это сделать мы не можем, но есть же туроператоры, которые все-таки каким-то, каким бы то ни был образом свою лояльность демонстрируют и все-таки пытаются это урегулировать. Поэтому вот с такими туроператорами... Да, мы тут как раз так плавно переходим, уже, вернее, перешли к тактике переговоров с туристами, которые, ну, действительно, там на волне нервов, паники, чего-то еще, приходят к турагенту. И понятно, что, да, один из самых, наверное, продуктивных, наверное, продуктивных тактик было бы убедить туристов либо заменить кого-то в заявке, либо, может быть, перенести тур, опять же, при условии, что туроператор в этом пойдет навстречу, потому что пока нет такого готового механизма, как было постановление 1073 два года назад. Вот. Что еще вообще можно было бы предпринять? Я просто уточню. Вот если происходит аннуляция и, допустим, что, ну, по какой-то причине туроператор готовится возвращать всю сумму, тут сразу же возникает традиционный-то вопрос с комиссией, с агентским вознаграждением, то есть, как здесь турагентам лучше действовать? То есть, тем, как всегда действовали. Как всегда? Да, здесь никаких, ну, сверхъестественных изменений, как я сказал, в контексте возврата за заводчатым расходов, так и в отношении с комиссией не произошло, то есть здесь подход, он не поменялся. Я уже, ну, мне кажется, периодически-то мы освещаем на своих мероприятиях, какие варианты бывают у турагента. То есть, консультационные услуги, но сейчас он тоже такой на грани, скажем так, вариант. Вариант с оказанием каких-то дополнительных услуг агенту, с обязательным предоставлением права от них отказаться. То есть, здесь все, опять же, упирается ровно в том же, в тот же подход, который вы использовали до этого. Здесь какой-то каких-то новшеств, прям сказать, я боюсь, что не получится, потому что сама по себе ситуация, она, ну, грубо говоря, если вот ее правовая квалификация, она не является чем-то таким сверхъестественным, что меняется все. Нет, это все не так. Здесь все упирается в ваши документы, ваши формулировки в договорах. Мы тоже рассматриваем разные варианты подходов в суде, но пока их обкатываем, поэтому как обкатаем, я вам тоже еще расскажу интересные подходы на этот счет, потому что есть, например, мнение о том, что как вообще, в принципе, турист может что-то требовать с агента в контексте комиссии, если комиссия ему платит совсем не турист. Ну, де-факто турист, но он оплачивает тур, грубо говоря, а не конкретно комиссию за исполнение поручения. Но это пока обкатываем, смотрим, следите за новостями, это мы все будем рассказывать. А в остальном дальше действуйте в соответствии с теми документами, что у вас есть. Если у вас есть на пунктике о дополнительных услугах, у вас там есть право туристы от них отказаться, можно как-то вычленить стоимость, и у вас есть еще и актик в конце, то здесь, разумеется, шансы выше. Если у вас нет акта, невозможно вычленить стоимость, вообще не понятно, что делать в договор, кроме закон обязанностей, то это, ну, скажем так, более худший вариант. Вот, если там у вас договорно-консультационные услуги, ну, после 1 сентября это еще такое на грани, то есть там очень много упирается в формулировки. Поэтому здесь, коллеги, действуйте так, как вы действовали всегда в этом вопросе. То есть если действовали всегда плохо, то, ну, разумеется, в этом случае лучше озаботиться документами и как бы обновить их. После 1 сентября это имеется в виду вот это вступление в силу новых требований Роспотребнадзора у договора. Ну, да, закон о защите прав потребителей, как помните, там у нас ввели большой перечень, причем незакрытый, недопустимых условий, в договор, ну, не реализация туристического продукта, а в договоры с потребителями. А, конечно, половина из того, что было введено, оно и так до этого, ну, скажем так, действовало и работало в том же самом виде, просто это, скажем так, не афишировалось. Ну, вот если, как пример, прям там есть прямой пункт о том, что нельзя указывать там штрафы, неустойки и тому подобное, но я думаю, все из нас прекрасно знают, что это уже давным-давно работает, что нельзя это вносить, что вот есть конкретный порядок, возврат, завычество, разгон, все, что не соответствует этому порядку, нарушение, все, вот, как бы, приехали. Поэтому здесь действуйте именно вот так, как действовали до этого. Если у вас были нормальные документы, если документы были так себе или, ну, совсем плохие, то лучше обновляйте, корректируйте. Ну, сейчас уже, понимаете, если у вас уже сейчас они плохие, и сейчас возникла эта ситуация, я боюсь, что вряд ли возникнет у вас возможность с туристом что-то переподписать, передополнить и тому подобное. Поэтому здесь только уже задел на будущее. Так, с какого момента, с какого решения правительства туроператор будет обязан вернуть все средства туристу, это будет только в случае закрытия границ или какого-то еще ситуации, там, невозможности исполнения требований, обязательств подговора. Я же сказал, вот смотрите, у нас существует 781 ГК, существует 10-я статья законодательства об основах туристской деятельности. Вот, например, 781 говорит четко, в случаях, когда невозможность исполнения не возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, это как раз закрытие границ, какие-то акты государственные и тому подобное. Ну вот, закрытие границ, ну вспомните коронавирус, ну то же самое, да, по сути, вот, только, ну, скажем так, контекст другой. Вот, там, в случае невозможности исполнения договора по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, возврат за вычетом фактически принесенных расходов. Кроме того, туроператоры, турагенты, они сами могут требовать расторжения договора по статье 10 закона об основах туристской деятельности. Поэтому здесь, как бы, прям вот, чтобы обязали полностью вернуть, это, скорее всего, надо сначала внести федеральный закон, который предоставит правительство, опять же, право. Хотя, уже предоставляют право, я не помню, там сейчас, как надо посмотреть, у них все еще завязано на коронавирусе, или уже просто вот открытое право определять, что будет с этими договорами дальше. Вот, и, соответственно, если у правительства будут такие полномочия, правительство просто опять бахнет нам какое-нибудь веселое постановление, и в нем уже будет все, ну, более-менее, я надеюсь, понятно написано, но это уже будем по факту, скажем так. Мужчинам 55+, нужно брать справку из военкомата для страховки, или так выпустят. Ну, я... Сложный вопрос, да, потому что... А тут не только уж возраст, мы же не знаем, может, у этого мужчины 55+, есть там какая-нибудь воинская специальность, может, у него звание, там, я не знаю, полковника в прошлом он получал. То есть, ну, это вообще непонятно. Да, то есть, очень много неизвестных. У меня еще был вопрос, то есть, мы тут уже постепенно закругляемся, так что, коллеги, если у кого-то еще остались незаданные вопросы, успеваем их задавать. Вопрос по поводу страховки. Понятно, что страховые компании сейчас отказывают в выплатах, если кого-то не выпустили. Возможно ли в каком-то страховом плане предусмотреть страховку от невыезда по причине включения мобилизации? То есть, ну, мобилизационные списки, ну, отказа в связи вот с этой справкой. То есть, ну, то, что получают пассажиры, туристы при отказе в пересечении границы. Это вообще, это была ли такая, ну, понятно, что такой практики не было, вот, что мобилизация-то у нас, по-моему, первая за 70 лет с лишним, за 80. И вот, что здесь можно сделать именно в плане страховок? Ну, здесь все зависит от того, если страховые компании решат, что какой-то подобный продукт, который они могут предложить рынку, ну, скажем так, будет для них выгоден, то на ней сделают какие-то специальные там суперстраховки. Вот, но в контексте прям, что-то их заставили сделать, я думаю, это вообще нереально. То есть, все упирают в правила. Вот, например, да, даже если допустить, ну, опять же, вот, пишут, что военкомат никаких справок... Я смотрю, крик души, прям. Ну, это да. Пишут о том, что, грубо говоря, военкомат справку не дает, ну, давайте, да, не забывать, что у нас, скажем так, каждый военкомат в своем районе решает уставливать свои правила. Это да. Какой-то что-то не дает, какой-то дает. Вы, наверное, видели видео из Держмента, как там вообще просто через громко говорить или ездили, прям все мужчины приходите с военным билетом. Видели, нет, такое видео? Нет, не видел. Ну, там, да, действительно, каждый военкомат из ситуации-то выходит как можно. Да, ну, их уже там глава, скажем так, района приручил, они уже принесли изменения за такой подход. Но, тем не менее, то есть здесь говорить о том, дают военкомат справки или не дают, я боюсь, тоже не приходится, поскольку есть, ну, они по-разному подходят к решению, скажем так, этих вопросов. У военкоматов есть ряд полномочий, где они самостоятельно определяют, скажем так, ряд мероприятий, действий, которые они, скажем так, осуществляют. Да, с теми же справками, да, кто-то дает, а кто-то даже не представляет, как эта справка должна выглядеть. И такое, такое, естественно, есть. Поэтому вот тут как бы с этими справками от военкомата, так, какие документы должен получить турист, если его не выпускают на границе, многие ничего не выдали, и что теперь предъявлять туроператору. То есть можно же, туроператор же может сказать, что как я вообще, да откуда это знаю, что вас не выпустили, может вы просто на рейс опоздали. А какая разница, вот смотрите, а какая разница, ну, типа его не выпустили официально, неофициально, или он просто сам передал, а какая разница, везде, вот на самом деле, везде получается один и тот же, одни и те же последствия. Они никаким образом не изменяются от вводных данных, скажем так, везде возврат за вычетом фактически принесенных расходов. Просто здесь, ну, скажем так, ну, циферки, статей будут другие, а последствия, например, те же самые, в любом случае читают. Здесь, на самом деле, ну, это вообще не имеет, скажем так, никакой роли. Дали какую-то, дали ему какие-то документы, не дали. Это все не более чем, ну, на мой взгляд, покупка лояльности со стороны вполне конкретных туроператоров, которые некоторые идут навстречу, некоторые не идут навстречу. И вот здесь как раз те, которые будут идти навстречу, они, я полагаю, что рассчитывают на то, что они будут дальше работать, и когда, скажем так, все наладится и откроется, они, как бы, будут уже иметь определенный, ну, назовем фан-банк, который будет понимать, что туроператор это пошел навстречу, нормальные ребята, с ними будут летать. Вот, а те, кто так не будет делать, ну, так не будут делать. Здесь, понимаете, тут не важны, ну, по сути, не важны причины в целом-то. Минимизацию, даже если тоже взять, это ж не обязанность туроператора, а его право. Угу. Про комиссии вопрос все-таки это был не просто крик души, а именно реальный вопрос. Правда, сейчас я тут у него перелесну. Так, можно? Вот, да, вот, если так тоже абстрагироваться, не знаю, это уже, ну, вот уже, вот сейчас ответим на него, и уже, наверное, будем подводить итоги. Реально ли, в принципе, решить вопрос о переводе турагентской комиссии? Ну, это же не турагентская комиссия, это технически, вот. Позвольте момент, я, Наталья, можно Наталье отвечу? Смотрите, мы не говорим про вину туристов. Я говорю, отказывается он сам, просто не захотел, вот сам отказался. Либо его не выпустили, либо он заболел, либо ему не дали визу, либо заболел близкий родственник собака-кошка, неважно. То есть, все вот эти варианты, кроме вины туристов, все, что вина туриста, это уже другие нормы, другие последствия. Но все, что не завязано на его вине, что из-за него только невозможно было исполнить договор, во всех остальных случаях это все, скажем так, те же самые последствия. И если позволите, вот по комиссии. Здесь, да, Антон был прав, у вас комиссия, как правило, в большинстве случаев 30-50 рублей. И в этом есть определенная проблема, потому что тот подход, который вы пишете про расходы туроператора, я его в некотором роде разделяю, поскольку тоже считаю, что, опять же, это та комиссия, которую платит туроператор, турист, на мой взгляд, он ее, в принципе, требовать не может, потому что он не является стороной того поручения, которое дает вам туроператор, за которое вам платят деньги. Он не сторона этого агентского договора, он не определяет его условия. Он в целом не может по этому договору, по агентскому, ни с кого ничего требовать, ну, в контексте того, что связано с исполнением этого поручения. Поэтому подход интересный, я его в некотором моменте разделяю, но тут следует не забывать и то, что у нас, грубо говоря, комиссия 30 рублей, а все, что остальное, дополнительная выгода. И если этот вопрос не урегулирован договором агентским в том плане, что он, ну, грубо говоря, дополнительная выгода является дополнительным вознаграждением, то в данном случае это будет сложно отнести, скажем так, на расходы туроператора. Но в целом подход хорош. Когда это будет принято, будет ли это принято вообще, это достаточно сложно сказать. Ну, это же может быть принято только вот с позиции там какого-то конкретного туроператора. То есть, если вот какой-то туроператор решит, что вот окей, да, будет там. Ну, либо за счет колоссальной судебной практики. Ну, то есть, изменив подход по защите комиссии, я же говорю, мы сейчас пробуем разные варианты, откатываем. Вот, и изменив подход по защите комиссии, создавая, ну, хорошие, громкие, большие прецеденты, большие по количеству имею в виду, то как раз этот момент, он может быть урегулирован тогда. А пока просто вот, ну, вы же понимаете, что, ну, вот как это сделать, да, вот мы можем, например, тем же нашим сообществом все дружно к какому-нибудь туроператору обратиться, ну-ка, признавая это все расходами, быстро, а он скажет, нет, и все, и расход, да. То есть, ну, здесь нужна либо правовая основа в рамках какого-то закона, либо каких-то конкретики, вот, конкретизирующих моментов, и либо в контексте, скажем так, каких-то какой-то судебной практики, которая сформируется, установится, желательно еще дойдет до Верховного Суда, и где Верховный Суд скажет, ребята, все, вот оно будет теперь так. Ну, где-то там, вдалеке, на местах это будет достаточно сложно. Ну, да. Еще вопрос по поводу того, кто все-таки может получить осрочку, трое детей или четверо там. Коллеги, давайте я обозначу сразу этот момент. Мы все-таки занимаемся туризмом, скажем так, и влиянием всей этой темы на туризм. Я на данном этапе не то, что не выполновочен, я в целом не могу консультировать или предоставить какую-либо информацию относительно призыва, какие отсрочки, когда, кто, как можно загаситься и тому подобное. Я боюсь, что эти все вопросы боятся не по адресу. Но есть специализированные юристы, которые именно вот как раз на этом специализируются, и я бы вам рекомендовал подобные вопросы решать именно с ними. Да, и так, коллеги, запись будет на YouTube в нашем канале Profit Travel. Также мы запись предоставим коллегам из Байбородины и партнеры, так что, скорее всего, у них в их соцсетях, в их... Вот тут Александр, наверное, вот сейчас что-нибудь нам скажет по этому поводу. Тоже вся эта запись будет предоставлена, разумеется. Вадим, уже закругляться нам надо. Давайте, может быть, какой-то краткий перечень советов коллегам, помимо сохранять самообладание и присутствия духа. Что можно... Мне кажется, это вообще главнейшее, что сейчас можно сделать адекватно, это сохранять самообладание и не паниковать с любой новостью. Понятно, что, скажем так, мир изменился, да, буквально за неделю, но тем не менее. Основными моментами это... А и не всегда у меня практически одни и те же, потому что вот сколько я не сталкиваюсь с теми или иными, скажем так, моментами в своей работе, но это надлежащее отношение к документам, то есть оформляйте их должным образом, прописывайте все, конкретизируйте, это важно, потому что чем меньше у вас вариантов в развитии событий и в целом случае в предусмотренном договорах, тем сложнее будет вам, скажем так, в этих случаях себя отставить, потому что, как верно заметили выше, суды пытаются, да, они пытаются в какой-то степени оказать, ну, содействие, назовем это так, содействие потребителю в защите его интересов, ведь он у нас слабая сторона, слабый участник правоотношений. Второй момент. Действуйте своевременно, ну, то есть если вы получаете аннуляцию от туриста, вы можете у него запросить в виде просьбы какие-то подтверждающие, дополнительные документы, там, справки и тому подобное, но если он их не предоставляет, это не значит, что процесс аннуляции дальше запускать нельзя, нет, вы делаете это все, также направляете туроператору, все аннулируете, то есть, по сути, вам в данной ситуации нужно действовать своевременно, ответственно и, пожалуй, по возможности не конфликтовать с туристами, потому что, я думаю, вы сами понимаете, многие сейчас на нервах, такие уставшие, грустные и печальные, поэтому старайтесь с ними общаться, предлагайте альтернативы, если туроператор дает возможность менять туристов, меняйте сроки, то есть это в любом случае будет более выгодным для всех участников правоотношений вариантом, чем простое расторжение. Не абстрагируйте их от туристов, потому что самая вот большая беда, вот, наверное, в процентах 70 случаев, когда я общаюсь, например, с туристами в суде до заседания или после, вот примерно в 70% случаев его ярое желание пойти в суд продиктовано контекстом общения с ним, турагентом. Конечно, я с неадекватными не призываю вас вести диалоги, я потому что прекрасно понимаю, что туристы бывают разные, вот, но в большинстве своем они, многие, идут в суд только потому, что они не получили какой-то поддержки, информации или нормального отношения при общении с турагентов, его эго было уязвлено, а знаете, эго это такая движущая сила, поэтому здесь сохраняйте самообладание, оформляйте хорошие нормальные документы, адекватные, действуйте своевременно в отношении всех этапов, возвратов, если оператор что-то сделал, аннуляции и тому подобное, передачи документов, ну и старайтесь с туристами вести диалог. Здесь как бы вот так. Хорошо, на этой такой конструктивной ноте завершаем наш эфир. Вадим, спасибо большое еще раз, что нашли время с нами пообщаться. Всем коллегам благодарю, что нашли то же время и в этот пятничный насыщенный день тоже нам посвятить целый час. До новых встреч, всего хорошего, до свидания. Всем большое спасибо. Да, еще раз по поводу записи, она, ну, в течение суток максимум появится в нашем YouTube-канале и в соцсетях у наших коллег, боевородных партнеров. До свидания. До свидания. До свидания.